Счастливые котята и щенки. Волонтер рассказала, как живут малыши в приюте. С точки зрения животных, сегодня у нас очень позитивный пост. Разговор пойдет не только о собачках, но и о котиках, о которых заботится волонтер Марина Абельзяева, хозяйка домашнего мини-приюта собаки Симашка. Вот так выглядит добавление к уже и без того немалой катабанде женщины. И все же личности они все с именами. Тишка, полгода прибился от соседей. Кузьма, появился во дворе неизвестно откуда. Пиф, Паф, Лиська, это три разных имени. Мурчалки, подбиралки, светклиники. И еще трое прячутся от собан на чертовике. Все привиты. Вот так и обрастают люди с замурчательными катофеями. Около 20 хвостов и это только котики. Вы только задумайтесь над этой цифрой. У некоторых свои кошачьи приюты в таком количестве. А в этом месте они так. Бонусом медут еще сотни собак. Марина Абельдяева очень любит всех животных. Но это уже много. Да и опасно котикам таким маленьким с собаками быть рядом. Думаю не мне вам про это все рассказывать. Это за одним, двумя, тремя можно уследить. Но тут уже речь идет о десятках животных по обе стороны. И совершенно неизвестно, что делать дальше и в каком направлении дальше двигаться. А теперь о главном, раз в приют все-таки для собачек. Мы растем. Нашим щенам уже 4 месяца. Взвесились. Тучка 8 килограмм 700 грамм. Гром 9 килограмм 200 грамм. Потапыч 9 килограмм 600 грамм. Будем большими и толстыми. Кормит их волонтер рисом с овсянкой индюшкой. Уже не хватает, чтобы их прокормить 10 литров на день сваренной каши. Деткам со складов примерно 3,5-4 месяца. Очень хочется, чтобы и они выросли такими же большими, здоровыми и счастливыми. Сейчас в них не более 3 килограмм. Но были бы кости, как говорится. Работает над этим волонтер. Есть уже успехи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова